Дорогие друзья, здравствуйте! 7 июля на календаре, скоро уже середина лета. Портал Preon.ru и главный редактор портала Филипп Березин. Начинаем очередной вебинар, посвященный актуальным вопросам, связанным с покупкой и владением зарубежной недвижимостью. В этом месяце, в предыдущем месяце, как я уже сказал, активнее говорили о ситуации на различных рынках. В режиме реального времени. Сейчас прошло уже определенное время после того, как медицинский этот кризис дал себя знать. Можно, во-первых, подводить первые итоги и смотреть, что получается. И мы в последние две недели обращаем внимание на коммерческую недвижимость. Говорим о этом рынке, поскольку с жильем я не скажу, что что-то более понятно отнюдь. Но просто про жилье говорили много, а вот про коммерческую недвижимость говорим сейчас более активно. На прошлой неделе мы осветили первые три рынка, поговорили о том, что происходит сейчас на рынке коммерческой недвижимости Греции. Поговорили об Испании. Сегодня у нас другие страны, интересные. И начнем мы с Германии. Рынок коммерческой недвижимости Германии, он не просто интересен, это гейтер среди всех рынков коммерческой недвижимости для русскоязычных покупателей. И я с удовольствием представляю Майю Милонис, руководителя московского представительства компании Trust Contact, с которой мы как раз обсудим, а что же в реальности изменилось за последние месяцы на немецком рынке. Какие тенденции, о которых рынка лимонизировались, действительно оправдались, какие нет. И какие предложения сейчас есть, которые могут заинтересовать потенциальных инвесторов. Я сразу прошу прощения, у нас небольшие проблемы есть со связью сегодня, но я надеюсь, что это не помешает нашей конструктивной беседе. Майя, здравствуйте, видите, слышите. Добрый день, да, слышу, вижу, отлично. Готова рассказать про текущее положение в Германии. Ну, тогда, собственно, рассказывайте, да, что происходило последние два-два с половиной месяца, на какой рынок активен сейчас, какие базовые параметры характеризуют его, что сейчас вообще, что происходит, что покупают, что продают. Ситуация, на самом деле, на рынке коммерческой недвижимости в Германии очень схожа с ситуацией в России, как ни странно. Ну, событие-то было одно, так сказать, одинаковое в Германии, в России, поэтому ничего удивительного. Значит, что наблюдалось? В течение коронавируса в городах большой семьи, все центры городов, и поэтому больше всего пострадали такие арендаторы, как рестораны, магазины, капы, то есть те арендаторы, которые как раз ориентированы на большой поток людей и находились в самом центре крупных городов. Центр был закрыт, они не работали, только недавно начали открываться. Аренду они не платили. В Германии был из-за указ, что до 30 июня он действовал. Сейчас идет обсуждение нового закона, что на основании неуплаты, арендной уплаты, так сказать, арендодатель не может рассловывать договор с арендатором. Естественно, сейчас уже все открывается потихонечку, пошли первые аренды арендаторам, арендодателям. Ну, вот это наиболее пострадавшие. Естественно, отели, которые были закрыты вообще, офисные центры, потому что большинство компаний в России, так и в Германии, перешли на удаленную работу. Значит, офисы были пустые. Сейчас постепенно компании возвращаются. Значит, и что в итоге наблюдается? Наблюдается такая тенденция, что по помещениям, которые опустили за время коронавируса, идет постепенное снижение объемных ставок. Ожидается, что и стоимость этих помещений будет постепенно падать. Связано это с тем, что арендаторы не получают должного размера прибыли, поэтому они действительно просят уменьшить, как один же ставок. Ну и, собственно говоря, стоимость этих помещений постепенно должна снизиться. Но только это ожидание. В текущий момент пока ничего не снизилось. По офисным помещениям ситуация такова, что предсказывают, что многие компании оценили плюсы удаленной работы и возвращаются. Многие помещения офисные просто будут уставать. Естественно, в общем, также снижение этих помещений, их стоимость. Но вот ждем, ждем, пока ничего не снизилось. По-прежнему популярны супермаркеты продуктовые, крупные сетевые, у которых якорный арендатор и долгие договора аренды. Их популярность не уменьшилась. Во время коронавируса они работали, были открыты, прибыли у них не уменьшились, арендную плату они платили, так и платят. В процессе коронавируса что еще было? Еще увеличился неожиданно рост аренды, по сути, жилья. Аж на 63% вырос этот бюджет. Да, но это было связано, видимо, с тем, что были закрыты отели и общежития. Так же, как и в России, в Германии все это было закрыто. Естественно, очень много в крупных городах приезжих, которые работают в магазинах, в ресторанах, в отелях, они... ...получно не давать себе рюлью. Но постепенно этот рост сейчас уже сходит на место. То есть это было временное, так сказать, поднятие. Поэтому в текущий момент по-прежнему, как и раньше, на рынке получается бум по пищевым супермаркетам, по офисным помещениям, по ресторанам, так сказать, охлаждение спроса, потому что непонятно, что будет дальше. Естественно, ожидается, что цены на эти помещения и на эти объекты упадут. Поэтому ждем. По поводу ипотеки хочется сказать, что в банке, на самом деле, они отметили рост, значит, рост, так сказать, спроса и даже пометили ставку. То есть в Германии сейчас ставка минимальная 1,1%. Это вот на жилье, на коммерческую недвижимость. Поэтому, естественно, инвесторов ждут. И, в принципе, ничего не предвещает, что что-то будет по-другому. В общем-то, так сказать, спрос по-другому превышает... Я просто посмотрю, спрос превышает, но вот вы сказали, что там разные сегменты, безусловно, по-разному отреагировали. Хотелось бы отдельно уточнить по поводу появления неких вакантных позиций. То есть понятное дело, что крупный супермаркет, он просто так не съедет, да ему, в общем, сейчас и ни к чему. Но заметили ли вы, например, в небольших городах, может быть, уличный стрит-ритейл, как он себя ведет? То есть, когда идешь по немецкому городу, появились ли там надписи «Аренда, аренда, аренда» или «Продажа, продажа, продажа»? «Аренда, аренда» появились, реально, потому что очень много помещений пустых. Но тут что нужно отметить? Просто в силу того, что ожидается падение стоимости, поэтому сейчас никто не торопится что-либо покупать, ждут, ждут, когда упадет цена. А так, на самом деле, ну как, в принципе, больше простора для действий для тех непассивных инвесторов, которые просто купили и получают аренду, а те, которые готовы как-то, так сказать, движение делать, не только просто спокойно получить аренду. Почему? Потому что, естественно, можно будет, скорее всего, приобрести помещение, в котором нужно будет просто там либо менять арендатора в прошедшем какого-то времени, потому что может арендатор, то есть не хотят сейчас арендаторы, не готовы подписывать долги, договора, связать с какими-то обязательствами, потому что, ну, это непонятная ситуация. В общем, поэтому инвесторам нужно быть готовым к тому, что нужно будет быть более гибкими в плане агентной ставки, в плане смены арендатора, то есть пусть к этому готовы. А так, в принципе, вот такого большого изменения такого не произошло. Вот это как раз довольно интересная мысль, вы сейчас сказали, то есть получается, что время, ну, с одной стороны, более творческое, а с другой стороны, вот пассивные инвестиции стали сейчас более, ну, скажем так, затруднены, просто в силу того, что, ну, слишком много людей хочет купить, условно говоря, ничего не делать, и просто действовать по принципу, мы сидим, а денежки идут. Но как раз сейчас, если появляются вакантные в площади вакантные предложения, то это те предложения, которые, в первую очередь, могут быть интересны людям творческим. То есть вот придумаешь, что ты будешь делать. Да, да, это так, потому что, естественно, может быть, смена арендатора, это же не просто смена арендатора, это еще дополнительные расходы на эмонт, да, то есть при оборудовании помещения. То есть, ну, не все инвесторы к этому готовы. Некоторые инвесторы, они как-то побаиваются в чужой стране, как бы, да, вот такое помещение брать, такой объект брать, потому что не понимают, как это будет работать. Но это работает очень даже хорошо. То есть когда инвестор более гибкий, то это позволяет ему остаться на плаву, так сказать, да, и получать даже большую аренную ставку и больше доход, чем многим другим. Ну, потому что супермаркетов на всех не хватит. То есть, чтобы понять, что не изменился менталитет российских инвесторов, то есть люди, которые живут там в 10-15 миллионных городах, они очень не могут себя переориентировать и купить объект в городе, в котором там 10 тысяч населения. То есть для них это вообще не город, это просто микрорайон. А в Германии это город, в котором есть супермаркет, который не запроется, который будет работать и работает по сей день. Но вот поэтому по-прежнему инвесторы обращаются с запросами теми же самыми. То есть интересуют города большой селерки, центр города. А в центре города нет супермаркетов больших. Там как раз вот та ситуация, которая рассказала. Там пусто, там едва-едва оживает все. Ну и что там будет будущим, тоже сложно сказать, потому что недели. Вот как раз об этом давайте тогда и поговорим. Когда человек покупает любой объект, коммерческий, тем более, и когда речь заходит о ритейле, перспективы его в первую очередь определяет локация. Вы сказали, что магазины на периферии крупных городов сейчас оказались буквально в последние два месяца в более выигрышном положении. Можно ли об этом чуть-чуть подробнее? Что имеется в виду? И является ли это определенным сигналом для тех, кто в принципе собирается инвестировать? Понятно, ты инвестируешь ни на год, ни на два. Но вот текущая ситуация сделала, получается, по вашим словам, более интересными предложения периферийные, с более специфическим, скажем так, доступом. Ну, на самом деле, не то, что коронавирус, так сказать, делал это изменение. Нет, оно, в принципе, уже давно назрело в Германии. Уже вот год, наверное, даже, мне кажется, и больше. Мы пытаемся инвесторов сориентировать на реальную ситуацию и показать им, что в текущий момент уже давно, и в текущий момент в том числе, в крупных городах Большой Семерки строится сейчас смешанного типа объекта, где на первом этаже супермаркет, на вышних этажах находится квартирный дом. Естественно, стоимость таких объектов от 5 миллионов и выше. То есть те инвесторы, которые хотят купить объекты от полутора до трех миллионов, таких объектов просто в крупных городах нет. Их просто нет. Поэтому мы им предлагаем объекты, которые находятся в городах поменьше, населения, в которых начиная от 50 тысяч и больше, либо в городах, которые находятся на границе с крупными городами. И вот период коронавируса он показал, что, в принципе, эти объекты, они ничем не хуже, они не закрывались, они работали, они платили аренду. Это подтвердило как бы тот факт, что эти объекты, они актуальны, они интересны. И, в общем-то, можно спокойно инвестировать в такого типа объекта и не переживать. В общем, даже в процесс коронавируса объект закроют. Вот давайте тоже об этом чуть-чуть подробнее. Ваши компании занимаются в основном ритейлами. Вы предлагаете объекты ритейла, насколько я понимаю. И как сейчас строятся отношения между вами и арендаторами? То есть насколько требуется быть гибкими в таком случае собственнику? Насколько сейчас компании требовательны? Насколько сейчас арендаторы требовательны? Насколько они текущую ситуацию рассматривают как возможность снизить арендную ставку? И что сейчас вообще будет происходить с арендными ставками в таких магазинах? Ну, арендные ставки, естественно, все арендаторы, которые потерпели какие-либо убытки в процессе коронавируса, они просят снизить арендную ставку. Имеют на это законные основания. В Германии, в общем-то, идут навстречу по этому, ну, по снижению. Просят снизить, снизить арендную ставку. И такая тенденция наблюдается. Такой момент, что собственник здания, помещения, он находится, так сказать, между двух огней. Прибыль максимальный. Но, к сожалению, он не может, получается, и не имеет права от арендатора требовать даже соблюдения прежних договоренностей. То есть, ну, поэтому тут такая ситуация двоякая, понимаете? Поэтому я не нужна... В основном, собственники занимают выжидательную позицию. И, в общем-то, естественно, кто не хочет остаться в пустыне помещениями. Поэтому стараются идти на уступки, снижать арендную ставку. Ну, а что делать? Ну, такая ситуация. Поэтому, в общем-то, стараются договориться со всеми. Ну, давайте теперь небольшой прогноз, наверное, а потом уже перейдем к объектам. Ну, вот все-таки в течение двух месяцев рынок находился в таком довольно затаможенном состоянии. Просто, ну, и сделок было объективно меньше, просто потому что, ну, и отмотров было меньше, в том числе и на рынке коммерческой недвижимости. Или это не совсем так? Да. Потому что это все было очень тяжело организовать. По сути, активность проявляли только немецкие инвесторы, которые находятся там, в стране. Им не нужно было никуда ехать. Детей, они могли посмотреть объект передвижения, начать, в принципе, уже сразу после просмотра. То есть, в основном, активность не только немецкие инвесторы. Российские инвесторы, их просто не было. То есть, в течение всего этого времени просто было полное затишье. Сейчас, в связи с тем, что еще вылеты неоткрыты, границы России закрыты, тоже перспективы непонятны, потому что, ну, очень тяжело решить на покупку чего-либо, ни разу этого объекта не увидев, так сказать, да. Ну, поэтому, естественно, люди, людей это, так сказать, преграда, да, не поехать на просмотр и начать какой-то протез покупки. Поэтому ждем, ждем, когда откроются границы. Банки работают. В принципе, естественно, те, кто готовы, получается, без просмотра начать процесс мы только рады, потому что, естественно, мы можем приехать, снять видео, там, максимально... В принципе, процесс с банками, пофинансированием, можно начать, не приезжая в Германию, да, прожигать, вы требуете документы, ваше согласие, больше ничего. Вот, ну, в общем, а так ждем открытия границ России, в первую очередь. Ну, и надеемся, что, в общем-то, люди поедут, так сказать, да, на просмотр и начнется процесс. Окей. Скажите, ну, вот, немецкие инвесторы, ну, грубая оценка, как раз в доле инвесторов в Германии занимают, ну, по-разному оценкам, в среднем около 50%, плюс-минус. Интерес самих немцев вот хватает сейчас для поддержания некой вот соотношения цена-качество? Или все-таки можно ждать снижения цен в определенных сегментах? Ну, вот, не только наша компания, но и, как бы, там, мы, вот, и финансовые рынки предрекли... Снижение цен на что? Не только обращаем внимание на снижение цен на что? На помещения, которые... И на офисные помещения. То есть снижение цен на объекты, супермаркеты не ожидается, потому что они на пик популярности просто настолько сильно превышает спрос предложения, что рост, падение цен в этой вот сфере не ожидается. Вот, ну, реально ожидают, как бы, собственники рассказывают, и наши инвесторы ждут, а вот, среди помещений отели, офисы, рестораны, да, либо магазины, спинтерпейл, которые находятся в центре городов, вот, как бы, вот по этим типам помещений. Ожидаются, пока никакого роста, никакого снижения цен нету. Понятно. Хорошо, Майя, давайте тогда перейдем к тем объектам, вот к тем примерам, которые есть сейчас. Показываем, у нас презентация имеется, и вот, собственно, первый наш объект, супермаркет Норма и Тэзи, рядом с метрополией Нурберг-Эрленда. Пожалуйста, несколько слов об этом, что это за объект, в чем его особенность, и что с ним происходит в последние, там, ну, пара-тройку месяцев. Пожалуйста. Ну, вот это как раз объект, как раз яркий пример того, про что я рассказывала. Объект находится в городе Хаузен, город сам по себе, это коммуна, да, в которой проживает всего лишь 5 тысяч населения, в этой коммуне, но эта коммуна находится в 15 километрах от города Ирландена, в котором население уже 100 тысяч. Кроме всего прочего, то есть объект находится в агломерации Ирланден, а Нюрлинг, в которой проживают 600 тысяч населения. То есть это очень быстро развивающаяся зона Германии, поэтому население там не спадает, а увеличивается, наблюдается тенденция и роста цен и недвижимости, и роста, востребованный регион. Данный объект – это здание, которое построено в 2011 году, арендуется нормой ТЭДИ, помимо них находится супермаркет написков и аптека в этом здании, то есть это торговый центр, правильно сказать. Договора до 2021 года, но продавец гарантирует в размине договоров аренды, в принципе, в стане договоров и продажи. В общем-то, по доходности этот объект генерирует 7,55, то есть почти 8% до доходности этого объекта. Это доходность выше среднего, и тут нужно отметить, что приобретая такого типа объекта, инвестор может рассчитывать на такую доходность. Если бы он брал бы объект в Нюрненге, в самом Нюрненге или в Ирландине, то доходность была бы не выше 5%, а скорее всего, даже ниже, не говоря уже о том, что подобного типа объектов в этих городах не найти. Скажите, я правильно понимаю, что договор, ну или договор купли-продажи, он заключается только после того, как договора с компанией Норма, ТЭДИ, вот этим магазином, аптеками будут продлены, или договор с покупкой осуществляется, а после этого, вот фактум, если, не дай бог, договора продлительные удаться, то он как-то нулелует. Какой порядок здесь действий? Потому что, ну, вы сказали, что пока договора не продлены, но вот они будут продлены. Вот на этот счет. Можно чуть-чуть отручать? На самом деле, ничто не привлекает того, что анимдаторы съедут, потому что помимо 2021 года, это у них основные договора, далее вступают в силу опции. И, как показывает практика, такие группы висит, как Норма, ТЭДИ, да, они не отказываются от опции, почему? Потому что для них это выгодно. По поводу, получается, подписания норм договоров, как, это обязательное условие прописывается в договоре купли-продажи. То есть в договоре купли-продажи прямо будет в данный момент отражен, что после подписания, собственно, гарантирует подписание новых договоров с этими анимдаторами. То есть это делается параллельно. Начинаются переговоры, после того, как будут подписаны соответствующие документы между инвестором и продавцом, начинаются переговоры с сетями. Когда достигнут договоренность, как бы, да, выходит до подписания договора купли-продажи на интериал. То есть все параллельно идет. Правильно ли я понимаю, что в данном случае мы и говорим о классической пассивной инвестиции. Вот здесь от инвестора как раз никаких активностей не требуется. И есть просто управляющая компания, есть те, кто будут заключать, продлевать договор с нормой, с тендой и так далее. Да, все правильно. Это пассивные инвестиции, причем обращаю внимание, что здесь получают доходность почти 8%. Ну вот это как раз тоже один момент. Для длинно-пассивных подгинвестиций. Вообще, ну, вы справедливо заметили, что цифры 8%, особенно когда мы говорим о торговой недвижимости для Германии, это что-то неслыханное. Все-таки процент определяет местоположение, что это не центр города или в значительной степени тем, что на данный момент договора не продлены. Что если бы они были продлены, уже, скажем, все, договоры есть до 21 года. Тогда бы, может быть, и цена, наверное, была бы лучше или что-то еще? Тут, видимо, совокупность факторов. Совокупность факторов в первую очередь из положения, потому что, я еще раз говорю, что это коммуна Хаузен, которая имеет население всего 5 тысяч человек. То есть, многих инвесторов это останавливает. Но это 15 километров от Ирландина. То есть, реально большинство людей, которые живут в Ирландине, они не учатся, потому что это университетный город. Живут в этом коммунах, которые находятся вокруг этого крупного города. Плюс тот факт, что договора основные до 21 года, это может, конечно же, да, стоимость объекта и тем самым получать недоходность объекта. Но хотя, учитывая, что у них есть, по-моему, основного договора еще опции, то есть препятствия от получения финансирования не будет никакого. То есть, 50% совершенно спокойно, а можно даже 60% финансирования получить для этого объекта, даже с тем, что договора основные заканчиваются в 21 году. Поэтому, ну, просто хорошее предложение, поэтому надо как-то вот в такие предложения активно реагировать. Понятно. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот цена продажи за последние два месяца с подобным... Вот так давно это предложение появилось? Оно появилось вот сейчас посткризисно или оно было, как мы говорим, и в феврале, и в марте, просто его внимания было меньше? Оно появилось в мае, то есть предложение актуальное, оно появилось, поэтому, по сути, ну, как бы, цена тут ни коим образом не ниже, она такая и должна быть, как бы, да, то есть, я тут, как я и говорила, цены не упали, и никто не ожидает продвижения цен на этот тип объекта. А как-то причина того, что этот объект появился именно сейчас, он как-то связан с текущим кризисом или нет? Нет, вообще никак, абсолютно не связан. То есть это понятно. Окей, ну, давайте тогда посмотрим второе предложение, которое есть. Коммерческое помещение рядом с Баренбаком. Да, тут у нас совершенно иная и суть объекта другая. Ну, значит, здесь, на самом деле, тоже это пассивный доход. Почему? Потому что здесь, как бы, это здание прошло реконструкцию, то есть здание новое, фактически, но имеет статус нового. Помещение, которое предлагается, то есть не целое здание, помещение предлагается, оно занимает весь первый этаж этого здания. По сути, ну, расположение очень хорошее, то есть это, получается, регион Баден-Дюртенберг, находится это рядом с городом Баден-Баден, с границей Франции. Значит, по сути, ну, тоже это коммунно небольшой человек. Находится рядом аэропорт Карлс-Руэ. В чем, так сказать, ценность этого предложения? То есть здесь собственник гарантирует аренду на, то есть гарантия арендной платы в течение 10 лет. А что это значит? То есть даже если помещение будет пустовать, инвестор по-прежнему будет получать среднестатический, ну, как бы, среднестатический цикл аренды. Почему? Потому, почему продавец идет на это, потому что он уверен на 99% процентов, что полиции пустынь не будет, оно ни разу не было. Вот, поэтому, но для инвесторов это дополнительная опция. Это дополнительная опция также при получении финансирования. То есть кому это требуется. Конечно, цена продажи, что 21 тысяча, как бы, евро, поэтому, в принципе, ну, вгляд ли потребуется кому-то финансирование. Но, тем не менее, как бы, да, это дополнительная гарантия от продавца. Вот, поэтому помещение. 5 тысяч 400 вопросов, это чистый доход или есть какие-то еще расходы от нашего слушателя за вопрос? Здесь, получается, 5 400, это чистый, нет, это не чистый, это добычный, получается, доход. Естественно, как собственнику, ему нужно будет оплачивать какую-то комиссию управляющей компании, не по делу, который будет внести в бухгалтерию по данному помещению. Кроме всего прочего, какой-то процент от налога на недвижимость нужно будет оплачивать, потому что обычно, когда владеющий помещением, ну, как бы, вот эти платежи, такие, как, скажем, страховка здания и налог наземный, они разделяются между остальными собственниками в этом здании. И, в том числе, как бы, да, арендаторы. На арендаторы перекладывается также часть платежей. Поэтому тут какую-то сумму нужно будет учитать. Так, в принципе, процентное соотношение, сейчас доходность этого объекта 4,5%, да, получается. Но где-то вот процента 3,5% будет чистая доходность, чистая прибыль. Немножко сбойка распроизошел, а цифра, это, конечно, очень важная. Еще разочек, 3,5% рассказали чистая прибыль ориентировочно. В текущий момент получается доходность до вычета составляет 4,46%, то есть округляет 4,5%, да, это вот доходность этого помещения. До вычета каких-либо расходов. После вычета будет, ну, где-то в районе, там, 3,8, 4%. 4% максимум. Скажите, а вот все-таки, это коммерческое помещение, потенциальный арендатор в данном случае кто? Это где-то под магазин что-то, или под вклад, или это офисный центр? Как-то не очень понятно, исходя из культуры здания. Ну, здесь может быть любое расположение, учитывая, что находится рядом аэропорт, тут может находиться какая-нибудь офис логистической компании, в какой-либо другой компании, да, может, как бы, да, быть смешанные арендаторы, то есть можно часть помещения занимать, как бы, да, вот офисом, часть помещения... В принципе, тут вариантов много. Двято ли это будет в продуктовый супермаркет, потому что помещение не на... ...большое, да, но вот какие-то офисы, какие-то мелкие магазины, как бы, да, реально могут вполне быть. Ясно. Ну, и тогда просто еще один момент. Я правильно понимаю, что... А, так, а есть ли возможность продать... Вот еще один вопрос. Есть ли возможность продать этот объект через 5 лет, или вот если есть какая-то гарантированная аренда, он должен оставаться в фейс-собственности? Что с пидностью такого предложения? Естественно, продать такой объект можно, как и любой другой. Единственное, что нужно не забывать, что полностью доход на добавленную стоимость исчезает только через 10 лет владения. То есть вот такой момент, который нужно не забывать. То есть в Германии такой закон. Если ты владеешь каким-либо супермаркетом, там, или помещением коммерческим, то должен быть готов, если продаешь его раньше, чем через 10 лет владения, почти 50% отдать от надбавленной стоимости государству. Ага, понятно. Хорошо. Ну что ж, два принципиально разных варианта из Германии, от компании Transcontract и Майи Милунис, руководителя московского офиса. Еще раз прошу у зрителей прощения за некоторые трудности у нас со связью сегодня есть, но надеюсь, что сейчас мы эту историю подправим. Мария, ну спасибо огромное. Контакты компании Transcontract перед вами. Мне это, наверное, заключительный вопрос. Все-таки ваше ощущение чуть-чуть подождать, искать сейчас, поискать еще инвесторов? Сейчас вот что-то будут какие-то специальные варианты, особые? Или на ваш взгляд все-таки очень сильно зависит все от объектов? Некоторые надо просто хватать прямо сейчас, потому что они вдруг появились более интересные? Ну или, скажем, третий вариант ответа вообще по большому счету в сегменте ритейла ничего и не изменилось? В сегменте ритейла меняется ситуация, но тут нужно просто понять, что русский инвестор отличается очень большой медлительностью. Поэтому нужно просто настроиться на то, что предложений становится все меньше, и поэтому быть более активными. То есть если появляется предложение, которое вас устраивает, то нужно не ждать, когда появится 10 еще предложений такого же типа, такого может быть и не случится. То есть нужно усмелиться с тем, что если появилось то, что нравится, нужно брать. Нужно брать, нужно начать процесс оформления, потому что вряд ли получится ситуация, что можно будет выбирать из 5-10 подобных предложений. Но вряд ли. Выбор очень небольшой. Ну что ж, отлично. Спасибо огромное. Еще разочек, Майя Мелонис, руководитель московского представительства компании Trust Contact. Майя, спасибо огромное. Спасибо.